друзья всем добрый день здравствуйте это юрий канал тик так мир мир японских часов здесь лежат часы которые давно многими ожидаемо это новые мадмены от casio gw 9500 и честно признаюсь конечно же их уже посмотрел повертел так вот мое признание в том что я не знаю как я к ним отношусь то ли они мне понравились то ли нет очень противоречивое мнение у меня них осталось сейчас поговорим постараюсь вместе с вами разобраться нравится мне эти часы или нет скажу я им да или нет давайте начинать gw 9500 1gf 55000 японских иен вместе с данной моделью вышло еще два варианта с черным жк дисплеем инверсный дисплей у нашего героя с вами обычный стандартный светлый дисплей с черными стандартными цифрами вначале поговорим про конструктивные особенности про материалы которые использовались данных часах стекло здесь минерально безель не сильно высокий вы знаете что во многих шоках довольно таки сильно выпирает безель для защиты стекла здесь этого нет не уверен что стеклу прям так хорошо защищено как это было всегда на джи шоках и корпус и ремешок сделаны из биомассы то есть так называемого возобновляемого природного ресурса я уверен что все стандарты джи шок здесь соблюдены неважно из чего бы это было сделано но повестка экологическая она у японцев присутствует последнее время все берегут природу citizen коробки делать из макулатуры сей кого даже ремешок из пэт бутылок на сто процентов сделал и кассивом от них старается не отставать также отмечу что ограничители ремня здесь не металлический а сборка часов происходит таиланде также полюбуйтесь на новый символ линейки мадман если бы часы собирались в японии то цена была бы не 55 тысяч японских йен скорее всего 80 а то и 100 по поводу конструктивных особенностей этих мадманов вообще мадманы часы для суровых условий они отличаются улучшенной грязи устойчивой структурой есть также специальные прокладки между кнопками для защиты от пыли и грязи вторая особенность это прочная конструкция тонкая и легкая в том числе здесь есть карбоновый сердечник что также является уже визитной карточкой современных джи шоков и третья особенность новая для джи шоков это двухуровневый жидкокристаллический дисплей два слоя один из них стандартный дисплей и второй слой специально сделано для компасом сейчас вам покажу как это работает модуль 3553 солнечный аккумулятор до 26 месяцев полной темноте то есть если у вас часы заряжена вы их положили в коробочку и забыли на два года потом часики достаете на руку надеваете они идут как ни в чем не было на корпусе часов присутствует 6 кнопок кнопка подсветки кнопка режима дисплея выбор функций компас барометр и альтиметр давайте начнем с компаса он представляет самые интересные больший вот эти фиолетовые стрелочки которые указывают стороны света именно они находятся на новом втором слое циферблата барометр естественно со встроенным термометром высота метр также здесь есть и по режимам давайте пройдемся недоступная функция для многих джи шоков это данные о восходе и закате солнца также здесь есть секундомер секундомер включается на правую нижнюю кнопку сотый не измеряет измерение одной десятой секунды всего на тысячу часов также таймер шаг измерения 1 секунда от одной минуты до двадцати четырех часов будильники здесь 5 как собственно говоря и в других чешоках то есть по сути функционал здесь стандартно для всех же шоков 5 будильников в том числе сигнал времени ежечасный сигнал это все есть мировое время поддерживается 48 городов поскольку bluetooth здесь отсутствует то переключение между городами идет через часы и последняя функция это радиосинхронизация или multiband 6 не bluetooth не gps в этих часах нет то есть по сути функционала про треков также тройной сенсор здесь есть но эти часы защищенные по стандарту же шок никакие про треки у вас не выдержит падение с высоты десятого этажа эта модель выдержит для любителей про треков которые боялись разбить свои часы я думаю этот мадмана своего рода даже находка скорее всего эти люди будут основной целевой аудитории данных часов по размерам высота корпуса пятьдесят шесть целых семь десятых миллиметра диаметр пятьдесят два и семь толщина четырех целых восемь десятых миллиметров вес 81 грамм длина ремешка регулируется от 145 до 215 миллиметров посмотрите как часы сидят на небольшой руке размер запястья 17 сантиметров в целом допустимо учитывая что этот же шок но при выборе про треков с аналогичными функциями или этих же шоков я бы задумался и последнее давайте посмотрим как работает подсвечка нажимаем нижнюю кнопку здесь два светодиода а вот так подсветка выглядит в полной темноте на это можно техническую часть обзора заканчивать давайте поговорим что же мне в этих часах можно сказать смущает пятьдесят пять тысяч японских йен довольно таки начальная цена для хороших качественных дешевых но уважаемые дизайнеры и инженеры кассиво создатели этих часов скажите что меня должно сподвигнуть купить вот данную модель наверное вы ответите что супер грязе устойчивая и прочная конструкция но я думаю что 80 процентов покупателей данной модели будут те коллекционеры которые любили первые мадмены также это будет те люди которые утром просыпаются садятся в автомобиль или метро едут на работу а вечером следует в обратном направлении и никакой дополнительной защиты от грязи им не нужно и почему в августе месяце 2023 года когда вышли новые gbdh 2000 смарт-часы за те же 55 тысяч японских йен я должен выбрать мадмены здесь также solar и зарядка если вдруг вам не хватает солнечного аккумулятора есть шагомер есть пульсометр есть разные спортивные режимы занятий уведомления об sms как звонках электронной почте и прочее прочее также 200 метров водозащита также стандартный g-shock да здесь нет супер грязе устойчивой структуры и супер прочной конструкции и немного они потолще но по диаметру и по высоте поменьше а вообще-то g-shock они все имеют приличные крупные размеры если это не квадратные классические модели то он готовьтесь к крупному калибру кстати обзор на gbdh 2000 обязательно будет я думаю ближайшую неделю будет сравнение с первой версии которые я сам лично нашу уже почти три года покрутим посравниваем чтобы не пропустить обзор подписывайтесь на канал и вступайте в нашу группу в telegram в заключении хочу сказать что я не говоря о том что это плохие часы ни в коем случае нет я не могу понять какая же целевая аудитория у данной модели да если вы работаете действительно в сложных условиях с грязью с пылью на карьере или может быть проходите какую-то службу военную где-нибудь в африке или что-то подобное наверняка вам эти часы подойдут но других покупателей что должно привлечь в этой модели я жду ваши комментарии к этому ролику пишите как вы относитесь к новым адманом был смысл перебывать про треки в защищенный корпус или нет все это мне интересно почитать что же вы об этом думаете еще раз подведу черту под роликом я не говорю что это плохие неудачные какие-то часы я просто не могу понять за счет чего я должен сделать выбор именно в сторону данной модели на этом все всем спасибо друзья вам мира добра будьте здоровы крепко жму руку носите самые лучшие часы всем пока спасибо Продолжение следует...